И так сойдет. Кажется, этим правилом руководствуются те, кто заботится о подземном переходе, ведущем кобелиску. Подземка и ее проблемы не раз становились камнем преткновения. Пять лет назад население сетовало на то, что нет поручней. В ноябре прошлого года жители жаловались на отсутствие освещения. В мае этого года активисты молодой гвардии обратили внимание уже на внешний вид перехода. Все это время молодежь пытается достучаться до местной администрации. 25 мая мы обращались к вам с просьбой оказать содействие и привлечь ответственных лиц к решению данной проблемы. А именно, работы по ремонту и покраске перехода были выполнены некачественно, в результате чего переход выглядит крайне неэстетично. На протяжении трех месяцев мы не получали ответа ни в устной, ни в письменной форме. Звонки игнорировались. А вот у губернатора терпение лопнуло. На последнем штабе по комплексному развитию региона Сергей Морозов напрочь раскритиковал состояние подземного перехода и не знал, кому руки оторвать или другие части тела. Скорее, я там посмотрел, я не знаю, кому надо руки оторвать или какие-то другие части тела. Я прям постараюсь взять, например, дайте мне, так сказать, там, группу людей, так сказать, средств массовой информации, прямо туда пройдем, покажем, чтобы стыд и позор был, так сказать, и главе администрации Левицкого района, и всем, кто, так сказать, управлял или управляет этим хозяйством. Наша съемочная группа в этот же день выехала на место. Подтеки краски от закрашенных на стенах надписях, перетекающий на поручни и пол, местами отколотая плитка. Так сейчас выглядит подземный переход в центре города. Нравится вам состояние, эстетический вид, вообще внешний вид вот этого подземного перехода? Ну, на самом деле нет, потому что ремонт вроде как сделан, а выглядит, по-моему, еще хуже. Сплошные потеки, грязь и, в общем, так себе. Как бы вы хотели его видеть? Может быть, есть какие-то соображения? Что вообще думать? Ну, на самом деле ничего сверхъестественного не нужно, просто нормально покрасить, чтобы было ровно и следить за состоянием, и все. Достаточно нравилось, пока не закрасили все надписи. Как бы нормально было изначально, в 2016 году я приехал в этот город, но закрасили и как-то не очень смотрится, если честно. Ну, и часто хожу, да, в этот же центр города. Ну, не совсем нравится. Хотелось бы поуютнее, вот без вот этих потеков, без облезлой вот этой краски, безо всего. Более эстетичное, чтобы было. Ну, пусть она будет просто, но аккуратнее и эстетичнее. Мы ходим изредка, но что это тут? Какие-то… Это что вообще на стенах? Непонятно. То есть эстетического тут мало. Еще в мае, когда на стенах появились нецензурные надписи, местная администрация обещала, цитата, что-то придумать. Тогда сотрудники Дорьемстроя все закрасили, но из-за того, что не удалось растворить краску, получилось, мягко говоря, не очень. Как пояснил нам уже сегодня глава Ленинского района, господин Леонтьев, решение созрело. Что сделать со стенами, решат на встрече с молодогвардейцами. У меня такое предложение. Действительно, мы те подтеки, те недостатки Дорьемстроя устранит, подготовит нам стену для того, чтобы молодая гвардия могла нанести рисунок патриотического характера вот в этом подземном переходе. Если наше предложение не найдет, скажем, поддержки среди молодежи, то мы подготовим поручение и буквально у нас на следующей неделе Дорьемстрой просто произведет шлифовку данных стен специальными шлифовочными машинами для того, чтобы убрать эти подтеки. Наверняка молодежь идею поддержит. Активисты еще в письме говорили о содействии и помощи со своей стороны. Улправда ТВ будет следить за развитием событий. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.